Мы все присутствовали при первой посадке воздушного судна на то место, где будет находиться перрон. Первая посадка на будущей взлетной полосе аэропорта Южный как по маслу. Глава Росавиации уже на месте видит все преимущества. Строить с нуля проще, чем реконструировать старые объекты. В этом случае есть возможность сэкономить. Переносить теплотрассы или газопровод не придется. Земли по сельхозназначению в Грушевском сельском поселении уже начали выкупать с сентября прошлого года. И должны завершить этот процесс к февралю следующего. Будущий аэропорт Южный займет почти полторы тысячи гектаров. По проекту на левом поле разместится аэровокзал, а на правом взлетная полоса. В этом году специалисты должны выбрать окончательный вариант генплана из трех. Аэропортовый комплекс будет состоять не только из вокзала, взлетной полосы и парковок. На его территории разместятся гостиница и офисные здания. В этой ситуации нужно учитывать не только текущее состояние дел, не только перспективное развитие, но и те расчеты, которые произведены уже сегодня. Мы имеем возможность не только построить для решения таких текущих задач, но и развивать этот хаб. А развитие хаба способствует лечению пассажиропотока, грузопотока. Таким образом, перспектива должна быть заложена. Так, в перспективе областные власти видят уже вторую взлетную полосу. А пока во время чемпионата мира по футболу в 2018 году аэропорт Ростова будет так называемым местом отстоя самолетов после высадки пассажиров в Южном. Каждый матч футбольного чемпионата мира добавляет примерно 250 взлетовых посадок в аэропорту. Скорее всего, старый аэропорт мы будем, возможно, использовать как место стоянки воздушных судов. Результаты конкурса по выбору архитектурной концепции, а именно того, как будет выглядеть аэропорт, объявят в сентябре. В апреле следующего года завершат проектировку, а к концу 2017-го в новом комплексе смогут приземляться самолеты. Екатерина Лободина, Юрий Санкин. Главные новости.